Сколько сектантов, баптистов, адвентистов пришли, стали православными, стали батюшками. Я тогда говорю священникам, вы определяете, мои книги неправославные. Давайте на этом остановимся, подпишитесь. Так вот, мои неправославные книги приводят в православие сектантов. А ваши православные увели все в сектанты. Вот и все. Сектанты-то все откуда взялись? Бывшие православные. Вот сейчас с одной встречались. Лидия такая, фигариста ушла. Мы с ней поговорили, я говорю, примите ее и начинайте молиться. Ее нельзя вытащить оттуда, она пленена сатаной, может быть, Дух Святой похулила. Вне церкви нет спасения, вне церкви нет священства, нет таинства. Самая ценность православия – это священство, каноны, соборы и толкования. Я напишу два слова, за кого помолиться, можно? И вынесу. Ну пиши, пиши. Нам Бог положил, батюшка, это на сердце. И я провел за этим 50 лет. Я отдал свою трудность. 9 лет просидел за компьютером. 38 книг. Это для Бога. И люди, которые архиереи, кристину православия, говорят, это настольные книги для священнослужителей. Я 40 лет собирал материал, там архиереи, студенты, эти профессора помогали отдельно. Что сказал на эту тему Иероним Стридонский? Это мало кто знает. Что сказал Арсений? Я «Житие святых» насчитал, потом симфонию составил на «Житие святых». У меня почти 5 лет ушло на это. Но этот труд, он достоин того. Наша задача – прославить Бога жизнью своей. А если этого нет, вообще зачем она та жизнь? Вообще-то. А для чего я жил? Ну был маленький, ты прыгал. А дальше-то что? Состарился. Я теперь спрыгнул в последний раз и все. А если с Богом? Ну вы старше меня на 2 года, я сейчас узнал. На 2 года. Я моложе вас. Но с Богом-то ведь мы равны. Что мы уверовали. Мы одну святую православную веру исповедуем. Какие мы счастливые. И главное, когда я беседую с сектантами, главный упор. Вот иные говорят, ну почему я с ними беседую? Они не обращаются, а у вас обращаются. Я говорю, а ты о чем говоришь? А я говорю, да вы еретики проклятые. Я говорю, вот этого и говорить-то не надо. Ты скажи им, что вне церкви нет спасения. Что Христос церковь основал. И церковь это святая православная церковь. Где есть рукоположение от епископских корней. От апостолов. А они люди хорошие сектанты. Они не пьют, не курят. У них семья нормальная. Мы должны это признать. Ну мусульмане, в чем мы скажем? Они не пьяницы. Девственность сохраняют. Ну они Бога не знают. Они отвергают воскресение Христова. И это надо показать. Как Андрей Сысоев, этот, Данил Сысоев. Вот сейчас бьются за канонизации. А его не надо канонизировать. Он святой. Он святой. Про кого? А Даниил Сысоев говорит. Я говорю, никто за полторы тысячи лет так не любил мусульман, как он. Он жизнь отдал за них. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Что хотела? Я так всегда нашкрабала. Ну, прото Владимир, Анастасия. Это я и так наши детки. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Да. Это все ваши дети. Это наши дети и внуки. И внуки. Мы будем примерно в путешествии до 1 сентября. Я прошу вас, не забывайте. И это где нас особенно таможня бывает, жучит где-то. Тут уж молитва идет, не знаю как. Чтобы Господь пронес и позволил нам вернуться домой. Спасибо, Господи. Мы это ради Христа делали. Наш путь был до Португалии. Пройти Францию, Испанию. Пройти всю Скандинавию. И через Прибалтику вернуться. А сейчас дальше у нас Грузия, Армения, Азербайджан. И через Речню прийти. Путь очень сложный и трудный. Но это того стоит. Потому что это для Бога. Чтобы люди узнали истинный путь. А нам есть что им показать, сказать. Я отвечаю на 4124 вопроса. И они все освящены. Так что там нельзя поколебать. Один архиерей у нас был и говорит. Вам обвините Игнатия, а не православие. Другому архиерей никогда не удастся. Он говорит, сугубо православный. Вот и весь ответ. Конечно, слова пророка не подходят нам. А я пророческие слова привожу. Вы говорите, храм Господний, храм Господний, храм Господний. Господь говорит, камни на камне останется. Еще вы хвалитесь. Ты приготовь вот этот храм. Возведи его, очисти святой молитвой. В этом храме Дух Святой. Я говорю, никто, наверное, не сказал такие слова, как Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. В этом весь корень. Кто Духа Христовой не имеет, тот не его. Можно научиться кадилом махать, можно благословлять. А Господь говорит, вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения. Малахия говорит. А Феофан Затворник говорит, Бог говорит, священник говорит, я благословляю. А Бог говорит, а я не благословляю. И что Бог утвердит? Ясно, поэтому ты благословляй только то, что Бог благословил. А то я запрещаю считать Евангелие. Как ты можешь мне запрещать? Хлебушка сейчас дать вам. Так, мы пошли, матушка. Все хлеба я дам. До свидания. Так, пошли.